Агда-шер-песах, который начинается целый ряд митцвот, омывания руки, душ, потом омывания руки, и целый именно седр, то, что называется, целая ночь, которую мы должны делать определенным седром. И читаем, конечно же, один из центровых моментов, которые у нас есть там, это чтение самой Агды. Где мы описываем частичным образом рождение еврейского народа, что произошло в эту ночь, уже как мы уже в этом году будем сидеть, это же будет 3334 год, уже все эти годы иерейские народы присидели и все время рассказывали, родители рассказывали своим детям, а исход из Египта, который переходит без остановки от отца к сыну до сегодняшнего дня. И у нас, понятно же, уже таким образом дается такая возможность, такой шанс и обязательство, чтобы передать этот факел дальше. Это факел, за которого наши предки отдавали души, где бы они, в каких изгнаниях они не были бы, и в каких сложностях они не были бы. они, все то, что, что бы ни было, но Песа всегда был чрезмерно сильным и важным, и центровым вещь, которой, что бы ни было, люди все абсолютно давали, чтобы соблюдать каким-то образом этот праздник. Потому что я не говорю в те времена, когда было все хорошо, то, что без сомнения как, что каждый как мог делали этот великий именно праздник. Очень интересный момент мы замечаем, то, что из всех праздников, которые у нас есть, из всех митцвот, которые у нас есть, Песах, один из, можно сказать, трех уникальных и великолепных праздников, который настолько евреям не был бы, на самом деле, далек или близок к юдаизму. Каким-то образом, все-таки, он хочет быть связанным этим праздником. То он пойдет в синагоги, и он будет праздновать этот Акаду, или то он будет, то он придет и дома будет покупать себе мацу и прочитает Акаду. Столько историй, столько реальных фактов, которые в нашем глазах мы видим, то, что люди, как бы, недалеки не были бы. Песах — это вещь, которая трогает, трогает, трогает еврейскому народу, как бы, где бы еврей, на самом деле, не находился бы. Йом-Кипур — то же самое мы видим. Обрезание — то же самое вещь мы видим. Один из тех митцвот, которые еврейский народ, наши праздцы, получили, — это с любовью. Один из тех митцвот, которые в нашем ДНА лежит. Любовь, на самом деле, к этому, на празднику. С этого с детства столько, мам, очень историй, мы же слышим, то, что люди, да, они, может быть, мало что они знали, мало то, что они соблюдали, мало то, что они передали, могли передать, как бы, своим детям. Но это вещь, которая была чрезвычайно важна. Нужно было пойти и выпить мацу, выпить там дедушка, бабушка забрал именно детей, выпить что-то делать. Это было чрезмерно только эта вещь, которую нужно именно соблюдать. И эта вещь, которая в наше время тоже даёт, слава Богу, нам возможность, чтобы передать нашим детям этот факел, этот рассказ и этот исторический фактор, который как зародился именно еврейский народ, кто является еврейский народ, кто мы есть, кто есть наши дети, какой именно связей находимся мы и наши дети, и весь еврейский народ по отношению к Творце этого мира, что он хочет от нас и так далее, и так далее. Все месседжи, все важные вещи, которые мы должны взять от этой великой ночи, именно первой ночи Песаха, и, конечно же, все месседжи, которые мы обязаны соблюдать в все дни Песаха. Вы хотели бы с Божьей помощью, может быть, взять одну, именно уникальную идею, которая, мне кажется, чрезмерно важна, может быть, от Агадаш-эль-Песах. Именно многие из нас задаются вопросом, то, что мы были в рабстве в Египте, это то, что мы читаем в Агаде, то мы были рабами в Египте, и потом Творец с большим милостью и большими чудесами Творец вытащил еврейский народ невероятно большими чудесами. Не просто факт, что да, мы находились на самом деле в каком-то стране, и вот сейчас мы живем в другой стране. Не то, что мы были каким-то гостями в каком-то стране, и мы могли бы, скажем так, не знаю, налоги заплатить, или какие-то штрафы заплатить, или какие-то вещи именно делать, и после этого выйти, или заставленным образом, или же нормальным именно образом. Нет, этого всего у нас не было. Наши прадцы, дорогие друзья, были рабами, в буквальном смысле именно рабами у фараона в земле Египта. И в стране страшнейшем именно рабстве, который, это не было возможно, чтобы, как сегодняшний день столько историй слышал, как люди убегают из войны где-то, человек убегает, дает какие-то деньги, сделал человек, может убежать, или нашел какую-то там возможность, он может убежать, один-два человека или какая-то маленькая группа могут убегать. Египет — это место, где не может ни один раб убегать оттуда. Это нереально, это невозможно. Невозможно было убегать. И это не просто место, где, да, есть какая-то группа людей, именно рабы. Это стран, которые были, чрезмерно много рабов. Это было... И причем это было рабы у фараона. И тот именно силат, который, на самом деле, Бель-Ам именно сделал, как мы уже сказали неоднократно, чтобы закрыть весь еврейский народ духовным образом, что они никогда не могут именно выйти из Египта. Не было никакой возможности оттуда выйти физическим нормальным, логическим именно образом. Вообще, откуда, как? Как? Как это все на самом деле делать? И из такого места, на самом деле, творить ветошим нас. И не просто простым образом, то, что, да, вот, есть такая возможность, давайте сейчас выйдем, или там люди делали какое-то там восстание, люди забунтовали, или там что-то делали, все, мы сейчас выходим, мы не хотим больше тебя, делим революцию. Не-не-не-не, ничего всего этого не было. Все чрезмерно сверхъестественными чудесами, десять казней, наказание египтянинов, наказание фараона. И чудеса, как творец показал, что он есть творец этого мира, что у него есть надзор в этом мире, и что он управляет весь этот мир, и дает наказание злодеям, и дает награду праведникам. Такими невероятными большими чудесами творить ветошим нас из Египта. Это тот реальность, где на самом деле наши прадедцы были там. Мы евреи. И как уже Бала Гада говорит, если бы мне, если бы не был бы рукотворца, участие на самом деле во всем этом, если бы он на самом деле не вмешивался бы, не вмешивался бы как бы в реальность, мы и наши дети были бы до сегодняшнего дня там рабами. Мы были бы именно там рабами. Не забудем, дорогие друзья, только всего лишь 20% из всего еврейского народа вышел из Египта. По некоторым мнениям, я даю, что еще меньше вышел. Но даже 20%, подумаем себе, 80% евреев остались там. Умерли. Умерли там. причина, что только те люди, которые были каким-то образом, связали каким-то образом с духовностью, связали именно с Творцом, у них была вот эта возможность именно выйти из Египта. И не были полностью уже в этом именно грязи, именно полностью. и такая именно милость была у Творца, то, что вот это последнее, на секунду, то, что если бы мы были бы чуть-чуть еще больше, не было бы возможности уже каким-то образом быть связан с Творцом, с Творцом, который был Богом для Авраама, в войну, который обещал ему, что я выйду, это Творец Детей, ну, мы не были бы даже связаны каким-то образом уже даже с Союзом Авраама, в войну, потому что мы никак не, ничего не, и Долполконство, и Духовные Чистоты, и так далее, что, как, к чему, как, мы должны были бы выйти оттуда, никак. И это все, дорогие друзья, Творец делалось еврейским народом для невероятно большой милости, которая у него была. И вытаскивает еврейский народ, весь народ, немаленькая группа людей, народ, целый народ, дорогие друзья, несколько миллионов людей выходят из Египта, и не просто так, с большим на богатство, так, как уже написано именно в Торе, и так, как Аббашим уже обещал Авраама в войну. За все это, дорогие друзья, мы сидим в эту ночь, и Бевадайи рассказываем детям, но здесь Митсвави, Гатальбиньхов, это ночь именно сидеть и рассказать детям, откуда началось это все, кто мы есть, где наша избранность, какую именно связь у нас именно с Творцом, и, во-вторых, хвалить и благодарить Творца за все эти невероятно большие вещи, то, что он с нами делал. Потому что, если бы не был бы этот выход из Египта, мы не были бы здесь то, что мы есть, вообще, никак. Мы были бы там, мы были бы там, и все, не было бы никакой связи именно с Творцом, не было бы никакой связи нас с Творцом, то, значит, да, то, что делает нам какое-то благословление в будущем евреям, или какое-то все, то, что есть вообще, дает нам какую-то реальность в этом мире, что мы можем вообще существовать, только-только, потому что мы связаны с Творцом, то тот момент, когда, не дай Бог, как это, 80% всех евреев уже не было, было потеряно это все, то уже нечего разговаривать, нету вообще существования всего этого. Значит, мы тоже вышли оттуда. Мы, в действительности, в буквальном смысле, вышли оттуда. Милость Творца, который был тогда, это не только-только тех людей, которые вывел Творец оттуда, и все, они должны были благодарить Ашима, не-не-не. Наша, весь абсурдная реальность был благодаря то, что Творец вмешивается в эту реальность и собирает народ из народа и делает не просто простыми именно руками, а сильными руками, как уже в Академии говорим, и этим гигантскими чудесам и так далее. Мы, аж, мы выходим таким образом, только потому, что это было вмешивание Творца именно в этом мире. И значит, моя реальность, то, что у меня сегодня, оно вообще не могло было быть, если бы не этот великий событие, а именно выход из Египта. И это то, что мы постоянно вспоминаем, каждый день одевая твилин, делаем мизузу, все мецвод, которые мы делаем, чтобы соблюдать шаббат, все, 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 все то, что мы делаем, все это вокруг всего, это крутится, дорогие друзья. Но это очень интересный вопрос во всем этом, который я слышал людей, которые задавали этот вопрос, и самым прежде был этот вопрос очень долгое время. Рабство. Само рабство, дорогие друзья, да, мы благодарим в эту ночь Творца, да, это наша задача хвалить Творцу в эту ночь, делать все максимально, то, что мы можем в эту ночь, рассказывать о этих чудесах, и так далее, и так далее. Но мы были в рабстве. За что это рабство? За какой целью? Да, действительно, про мобину было сказано, что твои дети будут именно в рабстве. Но, будем на самом деле в другом народе, извините, будем именно в другом народе, но вот такое именно рабство, и это была в принципе та причина, почему Паро был на самом деле наказан, то, что он должен был, он делал именно чрезмерно больше, чем вообще было именно даже наказание в то время, то, что они должны были при темпе получить, да, чем было это. и задумался вопросом, причина всего этого это рабство. Написано в наших святых книгах, дорогие друзья, то, что смысл, на самом деле, этого рабства был том, то, что в конечном итоге, когда когда творец вытушил еврейский народ из Египта, то у евреев уже было в душе вот это ощущение, вот это знание, вот это понимание быть именно рабом. Да. И ни одна, ни две поколения, можно сказать, больше 80 лет мы были там рабами, все вместе были там в Египте 210 лет, и очень долгое время мы были рабами, так вот это чувство рабства, которое мы получили в Египте, и тем, что сейчас творец вытащил нас из Египта, то произошло тут невероятно большая вещь. То произошло то, что мы сейчас стали рабами нашего Творца. У нас был хозяин, да, фарао, то, что говорил нам, это то, что мы делали, мы были в рабстве, и мы слушали, на самом деле, то, что нужно было, да, 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 все, но что? Тем, то, что Творец вытащил из этого грязи, из этого ситраахры, из этого нечистоты, из этого всего глубокого именно рабства, которое было, то в будущем мы, которые были, у нас чувствовали вот это раб, что такое быть рабом, мы были именно рабами, мы стали сейчас рабами Творца, у нас сейчас хозяин, Творец, мы слушаем его слова, мы знаем, что такое быть рабами. Сегодняшний день, когда это рассказывается, на самом деле, это слышится очень, очень странно, да, именно, по-другому, я что, раб? Я, как бы, слушаюсь, как бы, кого-то, или там, не знаю, там, мне там, могут, не дай, будут ударять, или что такое, или, как бы, в этом духе что-то, но, дорогие друзья, мы можем всегда очень удивляться, но один из больших, 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 скажем так, ценностей, и один из больших, скажем так, титулов, который Тора, Творец дает великим праведникам то, что Творец называет им рабами. Про Отцам было сказано то, что Эвет, он есть раб, раб Творца. Раб Творца? Что значит раб Творца, дорогие друзья? Раб Творца. И мы сейчас стали тоже рабами Творца. Рабами Творца. Может быть, мы можем это объяснить со стороны, то, что наши мудрецы говорят, то, что мы называем Творца Авину Малкену. Наш Отец, наш Король. Если мы говорим наш Отец, что такое наш Отец? Отец любит нас, Отец обожает нас, Отец хочет, чтобы у нас было все хорошо, и он дает нам все, и у нас милость, и любовь к нам, и все, и все, и Бетцам так и есть. Отношение Творца по отношению к нам. Сегодня как раз мой Харутос сказал мне то, что он слышал от кого-то ровина, это известная идея, но опять-таки вспоминаю вспоминать эту идею, что одна из больших проблем у людей это в том, что они не верят, что Творец любит их, что мы не верим, что Творец любит нас. Но кроме того, что Творец он есть наш Отец, он есть отношение к нам, так как к Сыну, отца, к своему Сыну, Творец он еще наш Король. Король. Король это, Король и Отец это две разные вещи. Ты не относишься к Королю так как к Саму Отцу. ты не относишься таким образом, ты относишься по-другому, у тебя есть страх перед Нему, у тебя есть боязность перед Нему, он Король, он может все делать. Если Королю что-то не понравится, не дай Бог, то это может быть жизненно опасно. Король это страх, это написано в своих книгах, то, что почему мы говорим о Вену Малкену, наш Отец, наш Король. У нас есть две разные митцы, дорогие друзья, в Торе. Две разные типа митцвот. У нас есть митцвот асе, митцвот лотасе. У нас есть митцвот повелительный, делай, делай, делай. У нас есть запретительный, между которым говорит Тора не кради, не прелюбодействуй, не убивай, не бей своих родителей и так далее, и так далее. Митцвот, нельзя делать, не сделай огонь в шаббат, не все эти вещи. Так, из-за этих двух разных митцвот, которые у нас есть, у нас есть тоже две разные именно отношения, как мы должны именно относиться к митцвот, который, конечно, в итоге, кто есть на самом деле наш повелитель, наш повелитель этих митцвот есть наш Творец. Когда приходит вопрос к повелителям заповедям, то должно быть, а, я иду сейчас делать твилин. Кто это заповедовал меня? А, обвинюши башамай. Мой отец шамай, он мне заповедовал, я должен пойти, мамаш, пойти сейчас делать с энтузиазмом, с такой любовью, с хешиком. А, мамаш, мне такое именно удел, что я могу сейчас изучать Тору. А, какое удел, что я могу сейчас делать добрые дела. Слава Богу, Абва башамай меня заповедовал. Иногда есть вопросы, когда приходит не делать что-то, человек может сказать, что папа наверное закроет глаза, а папа простит меня, как говорят некоторые, не знать это не грех, а, я не знаю этот, не, 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 это не так, он король, он король, он заповедовал, и он есть твой король. И не забыл, он не только есть наш отец, он есть тоже наш король, он требовательный, он хочет, конечно, не только тоже для нашего же добра, но он король. Не дай Бог, человек может получить наказание за это в этом или будущем мире. Это страшно. Есть человека пока боязанность к этому, что да, действительно, я смотрю, как может человек получать наказание в этом или будущем мире. Открывая глаза на мир и посмотрев, как некоторые люди получают наказание в этом мире, ты понимаешь, вау, 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 да, вот это. Вот это может быть, это наказание Творца, который, не дай Бог, это страшно делать какую-то вещь, который, а Баба Шамай не хочет, чтобы я делал, это не шутки. Раб, дорогие друзья, когда мы говорим о раба, у него нету своих каких-то замыслей или мыслей, да, можно так делать, можно пойти, можно этот, можно какую-то комбину делать, желание хозяина, делай это хозяин, принеси кофе, принеси кофе, чай, делай чай, строй, строй, он не заходит в деталях кто, что, как, чему, абсолютно нет, он делает все то, что говорит ему хозяин. Так, дорогие друзья, когда мы говорим о наших прадцов, давайте посмотрим, что мы находим у них уникальные невероятно большую вещь, чтобы понять, кем были наши прадцы в этом аспекте. Мы очень часто находим разговор между Творцом и Авраамом Вином. Авраамом очень часто выражается следующим образом. Вайомер Ашем говорит Ашем с Авраамом Вином. Да, мы говорим это постоянно в Акедат Ицха, когда мы рассказываем как Авраам привез своего сына в алтарь. Вайяхра после этих вещей было и Творец испытывал Авраама и говорит ему Авраам. Творец обращается к Авраам Вином. Что отвечает Авраам назад? Вайомер? Авраам Виномер 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 Я здесь Я здесь Я слушаюсь твоим повелением Я здесь сэр Я здесь И Творец говорит ему все то что он должен делать все эти детали привезти своего сына и он идет и как мы все знаем эту историю Дорогие друзья в середине когда он находится что привезти своего сына он уже на алтаре делал такое месерутное выжадавание своей души и все на пике вообще находится Авраама Вином своей любви по отношению Творцу вещь которой не было больше испытания в человечестве вообще больше чем привезти своего сына на алтар испытания и делать это все полно абсолютно душой говорит ему в середине всего он уже хочет делать это митву ради Творца и в этот момент позвал ему ангел Творца от небес и сказал Аврагам Аврагам сказал Аврагам Аврагам отвечает что Аврагам Вину Вайомер Я здесь слушаюсь слушай что я могу делать что я должен делать что ты должен делать можем себе представить Аврагама Вину в каком он сейчас моменте находился в своей жизни мы можем себе представить какие у него духовные намерения были и всякие тикуним исправления которые он приводил именно в этот момент на себя на детей на всех поколений до всех абсолютно времен вы же можете себе представить что каком он сейчас где вообще его мысли были другом абсолютно в этом в этот момент говорят человеку Аврагам 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 Я слушаю тебя Я слушаю что мне нужно делать что ты мне даешь повеление это есть раб раб не в том смысле дорогие друзья то что он под власть и не его, не знаю, там, топтают или что, не дай Бог, нет. Рабы на том смысле, то, что Творец сказал, «Инени, я тебя слушаю, понимаю, не понимаю, а не понимаю, что, как, к чему?» «Да, я сделаю то, что ты сказал, я делаю». И мы все, дорогие друзья, с этого момента стали рабами Творца. То, что Творец заповедает нам наше обязательство, чтобы соблюдать это всё. Мы и есть рабами, рабы именно Творца. Это, конечно, на первый взгляд, как я уже сказал, действительно тяжело проглотить всё, что называется, тяжело именно воспринять это всё. Но это то, что говорят в самом деле наши мудрецы. Если задумаемся, то есть невероятно большой мессер в многих абсолютно вещах. Мы очень часто думаем о таком именно моменте в нашей жизни, то, что можно делать какие-то короткие именно пути. Или мы можем где-то, на самом деле, отрезать от того места, где, на самом деле, Творец нам заповедовал. Но понимая то, что у тебя есть не только тот момент, когда тебе хорошо, и когда всё идёт хорошо, и человеку хорошим настроением устал, тогда он пойдёт только на шахрит, и он делает только тогда митцвот. Есть иногда моменты, которые... Человек не выспавшийся, и человеку нет абсолютно ни капельки вина силы, он всё-таки обязан пойти встать на шахрит. Он всё-таки обязан встать и помолиться, потому что он раб. Он делает желание Творца. Да, сейчас тяжело. Бевадай нужно работать над этим, чтобы человек пришёл к тому, чтобы он полюбил этих вещей. Один раз Рабхайм Каневский, в Захрицады, когда шли в Раха, пришли, его спросили, маленькие парни, которым тяжело вставать на шахрите, что им сказать? Говорят, Рабхайм, они должны встать. Говорят, они тяжело вставать. Они обязаны вставать. Они обязаны вставать. Что это значит? Говорят, а, не хочется, они... Говорят, опять-таки, запармиться и так далее, лететь, они в маленьком возрасте, чтобы их сильно это делать. Нужно всё с любовью делать, когда они маленькие, чтобы броня хинок делать. Но он обязан. К сожалению, мы очень часто мы теряем этот момент. Мы обязаны. Мы обязаны эти вещи делать. Это не только момент, когда мы делаем некоторых вещей с любовью. И этот действительно, мы понимаем, и этот, и мы от этого, это супер, это хорошо, и это БМет, это тот, что должен стремиться. Но мы никогда не должны забывать. Ребята, мы обязаны. Мы обязаны эту вещь делать. У нас есть обязательства над нами. У нас есть обязательства, чтобы сохранить и соблюдать желания Творца. И это то, что стало на самом деле во время выхода из Египта. И давайте посмотрим чуть-чуть в Агаде один очень интересный момент. Один очень интересный момент. Когда Агада рассказывает про четырех разных детей, то второй сын это злодей. Злодей. Расшама, что же говорит нам злодей. И у меня постоянно с детства, я вам честно говорю, у меня совершенно вопрос на этот и вопрос, и ответ, то, что именно тут Бала Гадана нам это рассказывает. И постоянно, извините, каждым годом я уже новый, новый, на самом деле глубины и разные стороны, как наши мудрецы это объясняют. И это невероятно, как было вообще написано Гадашар Песах, если задумаемся на одну секунду, поймем. Знаете, у нас есть молитвы, молитвенники, си дуры. Разные нусхают. У нас есть ашкенадские, сварадские, хасидские, тайманские, итальянцы в свой, как бы, нусах и так далее. Конечно же, разница в мелких-мелких вещах, но все-таки есть. Все-таки есть. Некоторые читают Корбоно, некоторые Малокорборо, некоторые Тетя Чита, некоторые Тетя Добавля, некоторые Тетя. Столько еврейский народ находился на самом деле в Галут, в этом, уже 2000 лет мы находимся в этом изгнании. Уже некоторые вещи не сохранились в том оригинальстве того, что было до изгнания. Потом наши каббалисты, Ария Кадош, пришел, 500 лет назад, Цфати, это все. На самом деле, делал тот сиду, тот разложил по полочкам все, как на самом деле нужно и как нужно именно составить и по каббале, и по правильным каббонот, и так далее, по правильным, как это нужно было делать. Это то, что мы сегодня сфарады на самом деле молимся, и на сахаре, и сфарат. Мне кажется, тоже это дарун, и сахаре частично, да, мне кажется. Но, дорогие друзья, мы находим уникальную вещь в Агадаш-Ль-Песах. Нету у нас две разные Агадаш-Ль-Песах, нету Ашкенадский, или Сафарадский, или Хасидский, или Хабадский Агадаш-Ль-Песах. Есть только один Агадаш-Ль-Песах. Это уникальная вещь, то, что как он сохранился. Мамаш в оригинале, в оригинале один в один, один нету, нету другую Нусхайот. То, что читали везде, один тоже самый текст, один тоже самый текст. Невероятная вещь, невероятная вещь, невероятная вещь. Раша Мау-Амэр, злодей, что он говорит? Маа водаа зоот лахем? Что это за работа у вас? Вам, но не Ему. Это ответ уже Балагады, только составитель имена Агады. И поскольку он себе вытащил от общества, от еврейского народа, он отрицает основу всего. Он отрицает именно основу ТОР. Виафата хакея чинав. Ты тоже хакея чинав. В простом мнении это то, что дай ему ответ, который где он уже ничего не может на самом деле сказать. Хакея на самом деле это когда человек кушает незрелый, допустим, незрелый фрукт и так далее, у него появляется такой плохой именно привкус, нехороший именно этот вкус. Называется хакея чинав. Чтобы вот этот вкус дай ему в его зубах вот этот плохой именно вот этот привкус. Что? Скажи ему. Из-за этого делал меня Творец то, что вытащил меня из Египта. Ли Велоло меня и не ему. И Лу Хая Шам, если он был бы там, Лу Хая Нигал, у него не было бы избавления. Если бы он был бы там, не было бы у него избавления. Дорогие друзья, если мы посмотрим в вопросе, который задал праведник, ну мудрец, мудрый как бы сын, мы находим очень маленькую разницу между ними. Что это за законы и хуким, и шпатим, которые заповедовал наш Творец? Етхэм вам. Вятот вамерно. Ты должен ответить ему. Бел ход песах. То, что мы не делаем. Эн ма-фтерима храпе Афекоман. После того, как мы кушали Афекоман, мы ничего не кушаем больше. Да? Что вкус Афекомана должен оставаться у нас во рту. В принципе, ма эдут вя хукимаиш. Что он говорит? Ма вода азот лахэм. Раша, что он говорит? Злодей, что он говорит? Что это за работа у вас? Хахам. Мудрец. Говорит. Что это за заповеди, которые заповедовал наш Творец вам? Казалось бы, на первый взгляд, тоже самый вопрос, дорогие друзья. Почему ты ему относится по лагадам, что отвечая ему, пельхот Песах, закон имена Песаха, а тут мы говорим абсолютно другой ответ. Равшлом Алькабец, который являлся одним из величайших замудрецов в Цфате, во время, когда жил Робесевкару, Ария Кадош, Моша Курдаверо, Хайбитал, величайшие замудрецы, тот, кто составил нашу песню, которую мы поем каждую пятницу, Лехадоди. Равшлом Алькабец, у него есть невероятно большая книга на годах Шерпеца, которая называется Брита Леви, Союз Леви. У него есть невероятно большие объяснения на весь акаду. И он дает невероятно большое объяснение на это место и говорит то, что разница на самом деле между мудрым сыном и этим злодеем заключается в том, что злодей, он приходит чрезмерно в высокомерие. Что он говорит? Что это за работа вам? Не то, что он интересуется, что это за заповеди, что это за этот... Что это за работа вас? А что мы видим у мудреца? Да, он тоже спрашивает насчет этих заповедей. Он видит, что что-то странное происходит. Он говорит, мы сидим за столом, мы кушаем разные вещи. Стол на столе есть, да. Все, ну как бы, особенный, особенный на вечер, да. И он тоже задает, что это за законы? Что это, что это, что мы делаем? Но он говорит, что это за законы у нас, которые заповедовал наш творец. У злодея нету понятия творца, тот, кто заповедует что-то. Это человек, который видит эту реальность, видит этот мир без творца. Он говорит, что это за экстра ярмо, которое вы берете на себя? Оно вам надо? Зачем вы столько струдитесь? Столько именно, большое ярмо, такое тяжелое, кушать сейчас этот хрен, покушай этот. Что это такое? Кому оно надо? Мне оно надо ничего. Зачем? Ребята, он говорит, что это такое? И в Ярушалме, в Ярушалмской Талмуде так и написано, что вопрос ему, его это в чем? Это кемаса кавет. Как будто тяжелый ярмо для него, то, что он видит это все. И он говорит, ребята, зачем это все? Пустите, зачем вам это все? Что это такое вообще? И причина его вопроса, дорогие друзья, потому что он видит этот мир без творца. Он не видит то, что есть творец в этом мире. Не как, как мудрец, который понимает, что есть творец, и есть тот, кто заповедует у него желания в этом мире. И он желает что-то в этом мире. И это то, что мудрец задает вопрос. Да, наш творец заповедовал нам этот мецвод. А почему? Мы не боимся в Вереса задавать вопросов. Весь наша Тора, весь наш геморрад, талмуд, все базируется над вопросами. Не переходишь один шаг, где у тебя нет кучи-кучи вопросов. Тфилин как нужно делать? Это говорит так, это говорит так, почему так, почему это, почему это так, причина этого всего, причина этого всего. Один маленький видишь, скажи мне, как нужна девушка тфилин? Есть разные мнения, разные так, и вопросы на него так, почему он должен делать так, и ответы туда, ответы сюда. Мы все время вопросы задаем. Мы не боимся задавать вопросов. Наоборот, мы воспитываем наших детей с первого дня, когда мы хотим обучать о еврействе. Эта ночь Песаха, они обязаны прийти и задавать вопрос. Чем отличается эта ночь от других ночей? Задавай, сынок, вопрос. Задавай. Мы не боимся, потому что мы не боимся вопросов, поскольку у нас есть ответы на все. У нас есть, мы не боимся, мы не религия, которая боится скрывать какие-то вещи. А может мы знаем, нам Творец из этого мира, да, раскрыл все абсолютно. Но мы не боимся ответа вопросов. Дорогие друзья, ну, этот Раша, он видит этот мир без Творца. Нету Творца, а зачем это все, действительно? Ярмо, ярмо берете на себя. Ярмо, экстра работа, экстра вещь, зачем кому оно надо, ребята? Он не видит Творца в этом мире. Он отрицает этого всего. Эй, дорогие друзья, что происходит? Поскольку он видит этот мир без Творца, происходит невероятная вещь. Он не видит тоже смысл заповедей. Давайте посмотрим, в Торе, как Тора говорит об этом злодеи. Потому что, на самом деле, как мы знаем, эти четыре сына, которые в Торе, которые написаны в наш Вагадее, это уже, в принципе, в Торе написаны эти четыре типа людей. И придет твой сын, будет задавать тебе вопрос, и ты отвечаешь этот, 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 этот ответ. Все есть, на самом деле. Это не то, что мудрецы, они подумали о четырех разных детей, и они от себя сказали нет. Нет, это все Торе уже было сказано. Паражат Бо, описывает нам об этом сыне. Паражат Бо, написано, И придет тогда, когда ваши дети скажут вам, Что это за работа вам? Ответ Торы. Посмотрите, ответ Торы. Скажите им. Знаете, в чем ответ, дорогие дети? Ответ в том, что вот эта работа, которую мы сейчас садим, ночь Песаха. У нас есть Агадашер Песах. И мы рассказываем о выходе из Египта. И этот Корбан Песах, и все то, что мы здесь делаем. Ответ все, душа. Скажите им. Зевах Песаху. Это жертвоприношение Песаха. Как мы знаем, мы должны были принести Песах, Корбан Песах, жертвоприношение Песаха, который кушали, все, весь еврейский народ поднимались в Иерусалим и кушали в Иерусалиме. Корбан Песах. Корбан Песах. Я и бог, чтобы в этом году без рата, чтобы мы достали все уже прийти туда, в менький рацион. Мердам зевах Песаху. Ла-шем для Творца. Ашер Песах, аль-бате бен-Исраэль. Который перепрыгнул на домах евреев, есть очень интересно то, что Песах, говорят, что Мандерси тоже, то, что Творец, он был милосердным к нам. Не только то, что перепрыгнул, а именно был милосердным. Очень интересно. Песах аль-бате бен-Исраэль 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 тем, что он убивал еврейских, камина, египетских первенцев, бен-Исраэль 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 бен-Исраэль, и наших детей он спас. Вайкота ам-Вайштаху. И мы поколение сковорит Творцу. Значит, в чем заключается ответ такому сыну? Этот сын, он не понимает смысл заповедей. Он говорит, заповеди? Это митсвот. Заповеди? Что за заповеди? Зачем заповеди? И мы даем ему понять, дорогие друзья, посмотрите, невероятно большая вещь. То, что весь выход из Египта был реальный только потому, что мы, как еврейский народ, соблюдали Корбан-Песах. Это значит, еврейство — это не философия и хороший рассказ и какой-то прекрасный, какой-то там истории выхода из Египта, так круто, действительно наказание, какой-то исторический фактор, какой-то всё, да, всё. И это то, что, в принципе, так, как объясняет нам Брита Леви, то, что это то, что он, этот парень и есть, всё говорит через разум, через хаскала, через понятия, через всё. Мы даем ему понять, то, что весь реальность нашего выхода из Египта только была потому, что мы делали заповеди. И без заповеди нет никакого абсурдного смысла всему этому. Это то, что мы отвечаем ему, только ты не понимаешь, что это не просто рассказать, это не просто какую-то вещь. И весь смысл был ради того, то, что весь реальность, то, что Творец с нами соединился. И он нас из Ашкаха, протид, вывал нас из Египта. И всё это произошло только на силе то, что мы соблюдали заповеди. И весь выход был только, Рамина, ради этого. Соблюдение заповедей. А не то, что, да, мы были рабами, сейчас стали мы нас свободными людьми. А, слава Богу, Баруха Шем, сейчас можем жить, как мы хотим. Дорогие друзья, весь выход из Египта был потому, что мы соблюдали. И с целью, чтобы соблюдать. С целью, чтобы соблюдать. И это то, что мы ему отвечаем. Это то, что мы ему отвечаем. То, что причина всего выхода не была просто так. Знаешь, почему вышли из-за корбом Песаха? Который творец делал чудо, то, что мы кушали, из-за того, что мы делали именно митцву. Было именно это чудо, то, что творец переходил через наши именно дома, убивал им египтяне, а в евреям и наставлял. И что мы отвечаем, дорогие друзья? С таким намерением, если бы ты был бы там, ты был бы остался бы там. Мы отвечаем этому сыну. Мой другой сын говорит, если бы ты был бы там, ты был бы... Ты остался бы. У тебя не было бы места выйти оттуда. Потому что если ты не осознаешь этот момент, мы обращаемся к этому сыну. Бабурзиаса Ашемли, мне виташил, мне, который... Я верил в этом, и я понял, что весь выход именно из-за этого, потому что из-за этого творец соединился со мной, и только по таким образом была возможность это весь выход из-за этого. И только по таким образом мне и не ему. И он бы остался бы действительно там. Он бы остался бы действительно там. Невероятно подумать, что именно здесь именно происходит. Весь выход именно из-за этого. Весь выход именно, чтобы соблюдать именно заповеди. Мы говорим в Агаде, то, что весь выход из... То, кто не говорил три вещи, Песах, Мацав, Марор, он не исполнил заповедь выхода из Египта. Так мы говорим, нет. Рабан Гамлиал Айяумер, Рабан Гамлиал говорил, «Кол шелома, шутварима, Элю Песах, Ло, Ба Песах, Ло, Яце еде хуватов, Элю Эм, Песах, Мацав, Марор». Рабан Гамлиал говорит, человек, который не делал эти три вещи, Песах, Мацав, Марор, он не вышел из Египта. Что такое Песах? Дерево-принхождение Песаха. Мацав, Мацав, который мы знаем все, Марор, хрень или острая вещь, которую мы кушаем, каждый поступит на обичию, то, что он кушает. Эти Митсвотар, есть друзья, что это значит, человек не исполнил заповедь выхода из Египта? Потому что весь рассказ, то, что мы делаем, весь вещи, которые мы рассказываем, весь цель всего этого была, чтобы вышел наяву эти заповеди. Я могу тебя представить? Все было с этого именно целью. С этого именно целью. И мы сейчас понимаем, может быть, больше, почему говорится в наших святых книгах, то, что почему в действительности мы из рабства фараона перешли именно в рабство именно Творца. И это тоже является именно рабство. Послушаем, у нас в каком-то мере и да, у каждого есть свобода выбора. певодай, но осознавание этого момента это не то, что вот я хочу или не хочу или что такое. Дорогие друзья, мы обязаны. Мы есть раби Творца. Это то, что этот вечер именно делал нам. И особенность в этот вечер, когда мы у нас есть митцва, истории, дорогие друзья, рассказывать нашим детям, рассказывать об основе всего того, что мы есть, нашей реальности, нашей сущности. Особенно в этот вечер, один из фундаментальных моментов, это есть фундамент всего выхода. Есть один из, это есть тот основной, то, что у нас базируется абсолютно все. то настолько важно научиться, научить наших детей этого, и мы, чтобы передали это им, и не только в ночь Песаха, а именно всегда давать нашим детям понятия и чувства, особенно наше поколение, что есть такое понятие. Ты просто должен эти вещи делать. Есть вещи, которые, да, действительно, мы не хотим. Нету, как бы, скажем так, естественного как бы желания. Наша работа не сейчас давить вещи, которыми не в состоянии и так далее, вещи, которые нам чрезмерно тяжело сейчас вот сидеть. Не-не-не. Понять вещи, которые, это не вещь, которые, вот это я не могу, я оставлю это там. Не-не-не-не. У нас есть всех обязательства делать все. Вещи 613 заповедей, на каждого из нас лежит обязательство соблюдения всех заповедей. Заверитесь мне, мне тоже есть вещи, которые очень сильно тяжело дается. Очень тяжело дается. Но наша задача потихонечку расти к этому именно пути. Потихонечку расти, но сказав, что я это остав. Это остав. Ильва ишам, ильва ивец. Ты не вышел без Египта, мы обязаны это все делать. Это обязательство, но чтобы в этой пути к этому как потихонечку вещь, которые я дав состояние делать, изучать этих вещей, да, тяжело встать иногда на шахрит. Да, безусловно, никто не спорит. Тяжело. Как Рабхайм уже говорил, молись именно с каваной. Изучай перевод на той язык, который ты понимаешь, тогда у тебя будет кешмак, тогда у тебя будет любовь, тогда у тебя будет приятность. Но сказать, что я делаю то, что я хочу. Нет, иногда есть вещи, которые мы не можем делать, и очень тяжело, и у нас есть испытания иногда, что мани асе, у меня есть обязательства. Как Гемера говорит, пусть человек не скажет, не кошерная еда, это невкусная. Нет, что человек должен сказать? Очень сильно вкусный, но что мне делать, когда мой творец заповедовал меня не кушать? Мой творец заповедовал меня не кушать, что мне делать? мани асе, это очень вкусно. Очень вкусно. Но мани асе не творец в этом мире. Мне хотелось бы кучу вещей, но мани асе есть Босс в этом мире, у него есть его желание над нами. И в конце концов, для кого же? Для кого же это все? Для наш, дорогие друзья, в конце концов, это все же идет в благо человека. Все же в конце концов идет в благо человека. Благо у человека идет, в конце концов, Творцу не нужно от нас. Ничего. Он все то, что делает, именно ради нас. Чтобы нам было этим хорошо. Чтобы нам, мы, люди, именно, и получали этот мир, и будущий мир с Божьей помощью. И это и есть один из великих, мне кажется, уроков ПМЭТ, который в фундаментальных моментах, все годы, выход из Египта, когда шел Песах, осознавание этого фундаментарного момента. Мир обы Творца. Мир обы Творца. Не всегда иногда приходится, может быть, идеально, или что мы хотим, плохое настроение, это тяжело, идет дождь, идет снег, или что-то это. Любое состояние евреи делает желание Творца. Я же делаю желание Творца. ПВД, настолько человеческий здоровье позволяет ему, и человек не в состоянии ничего делать, он тогда освобожден от этого. Но сказать, что, а, это то, что Роша нас обучает. То, что осознавание того, что есть Творец в этом мире, значит, есть заповедь уже от него, и обязан служить его. Он мой хозяин. Это то, что мы стали именно в Египте. Мы есть рабы Творца. И если мы думаем, что это маленькая вещь, нашим великим прадцам был дан этот статус. Авраам Авину говорит, Инини, мой хозяин, мой Творец, ты мне что-то заповедовал? Я говорю, слушай, что мне делать? Что мне делать с твоей желанием? Как мне делать с твоей желанием? Как мне делать с твоей желанием? Это самый высокий статус, который может вообще получить человек? Раб Творца. Раб Творца. Делаем без кохмологства. Туда-сюда, да, можно так сделать, отрезать, перерезать. Нет. Что Ашим хочет от меня? Что есть его желание в этом мире? Как я могу увидеть его пути в этом мире? А остальное? Все абсолютно, все абсолютно нет. Сарат Ашем, Тай Бог, чтобы уже в этом году достоились с Божьей помощью кушать Песах в Ярушалайме, в Ярушалайме, в Ярушалайме, в Ярушалайме, в Ярушалайме, к ней рацион, и с Божьей помощью, чтобы выдержать Паскар имени, приход Машеха, и чтобы все евреи активно находились бы удостоились Кашарного Песаха, и с Божьей помощью, что мы все удостоились прочувствовать настоящий личный выход из Египта, выйти действительно от внутреннего нашего Египта, без Раташи, и оживлять в нас настоящие ценности, которые на самом деле дает нам Тора и направляет нам на правильный путь аммагинирации. Продолжение следует...